Доброго времени суток! Вы снова на канале FUNNY MASHUM SCHOOL И сейчас Макс Селлер Поведает вам О происходящих событиях В нашем выростном помещении Сделаем Вот такую Экскурсию Пространственную По помещению Покажу Что здесь Находится В общем и целом А потом начнем сначала И поведаю О том Чему присвячено И посвящено Это видео Итак, начинаем Из этого места, самого интересного Вот это вы видите Значит, нужно сказать, что сейчас Середина августа В помещении Температура 28 градусов То есть это Летний Этап выращивания грибов При температуре При повышенных температурах Тут в среднем 25-28 градусов Охлаждение воздуха Не применяется И перед вами И перед вами то, что вы видите Черные В черных пакетах Для посадки грибов Видим вешенку Это штамм К-17 Давайте возьмем Возьмем более крупно Вот эти Каждую из гроздей И посмотрим Вот как выглядит Штамм К-17 Вот так он выглядит Вот так он дает урожай На вскидку Ну не буду я говорить Видите Внизу даже подставлены ящики Потому что Настолько тяжелые грозди Что они просто сваливаются Сегодня мы Применяли Жарку Этих грибов Свежих Значит на вкус Прекраснейшее Прекраснейшее качество Я даже Раньше я что-то утверждал Что они Имеют Твердую структуру Ну наверное Я Может быть Не знаю Что-то я сегодня Твердой структуры Особо не заметил Но это был такой Смесь грибов Там М-21-81 То что называют Бельгийским Холодостойким То что растет При низких температурах 12-14 Был К-17 Ну Особого Там различия Фактически Как повешенка Трудно там Увидеть Ну в общем И целом Смотрите Вот так вот Выглядит Штамм К-17 Видимо Разных размеров Грибы Здесь довольно таки Уже Туманно В этом помещении Естественно Что они уже Давным-давно Начали спороносить Вчера Тут было Ну сейчас проветрили Такого тумана Нету для съемки А тут вообще Просто было Белым-белым Но Относительно Красоты Размеров И всего остального Здесь конечно Говорить Нечего Я не люблю К-17 Снимать раньше Когда они были Такими Трехкопеечных Трехкопеечные Шапки Такие Пятикопеечные Вот Не люблю Не нравятся мне Вот эти маленькие Грибы Я люблю Чтобы были Шапки Из них можно Сделать отбивные Они довольно таки Нежные И хорошие Видим Что ножек Почти нету Но довольно таки Красиво Выглядит К-17 Теперь Давайте Посмотрим Сразу В сравнении С этим Как выглядит П-80 Фактически Видно Климат Так сложился Что При морде Стартанули Старт пошел Вообще Почти одновременно Ну и вот Видим Одинаковые Генерации Грибы П-80 Там был К-17 И сейчас Вот посмотрим Здесь Это штамм М-2181 Или бельгийский По другому Его называют Вот так Он выглядит Относительно Ладони Линейку Надо сюда взять Чтобы было Размер определить Ну вот Как рядом Ладошка Вот И это 2181 Тот же самый Тоже штамм Ну Видать Вот эти Пошли чуть раньше Вот они Какие Образовали Такие Цветочки Ну и это Ну Камера Как-то Желтая Имеет Такой оттенок Почему-то На самом деле Они довольно-таки Серенького цвета Вот Относительно Других 2181 Выглядит Ну довольно-таки Чуть-чуть Как бы Немножко Темнее И видите Такой Острый край Понятно Что Они уже Сейчас Параносят Вот Чуть ниже Мы видим Вторую волну Вот этих Блочков Вот Вторая волна Пошла Видим Уже Предыдущие Сборы Урожая Хорошо Что Пошли Приморгиев Те же Самые Дырки Ну и Со временем Сейчас будем Поливать Они синхронно Сейчас все Тут начнут Вот Ну и Относительно Внешнего Вида Скажем Так Если бы человек Не разбирающийся В вешенках Или начинающий Грибовод То Мне кажется Что он бы Здесь Особого различия В этих грибах Он вообще Не обнаружил Фактически Они выглядят И по цвету По внешнему виду Принципиально Здесь нужно отметить Понятно Что Свою роль сыграла Температура В этом помещении Потому что Выгонка происходит Буквально За несколько дней Этим обусловили И цвет Вот этих грибов Если мы посмотрим Сюда Как вы видите Здесь есть освещение Хорошее И включено Оно Фактически Оно не выключается Не фактически Оно не выключается То есть Включенный свет 24 часа в сутки Несмотря на то Что здесь Непосредственно Вот находится Лампочка Непосредственно Беля Около Самых Самих Грибов Но Видим Что цвет у них От этого Особо Темным Не случился Если бы это было При низких температурах То грибы Росли бы дольше И они бы образовали Более Ярко выраженный Пигмент То есть Они были Намного темнее В летнее же время При высоких Температурах Выгонка происходит Настолько быстро Что скорее всего Этот пигмент Не образуется И грибы Получается Что К17 Что П80 Вот здесь Или что 2181 Получается Почти одинаковое Ну это вот Если сразу Так вот Переключить Видно Что они Немножечко Немножечко Вот такой Серее Имеют оттенок Но довольно Такие Беленькие Очень красивый Такой Сросточек Ножки Правда У него Понятно Что потянулись Из-за того Что жарко И понятно Что ноги Растут Быстрее Вот здесь Такой Начальный Этап Они может быть И уже тоже Заспороносили По каких-то причинах Не знаю Ну как-то им так захотелось Возможно из-за того Что влажности Это вторая волна Уже Может влажности Им не хватает Уже внутри И вот что Относительно Сравнительную Такую характеристику То что мы видим По самих грибах Что хотелось бы Вообще Для грибоводов Которые Впервые Может быть На моем канале Или Может быть У них появляется опыт Соответственно Много вопросов Каких-то На некоторые вопросы Я походу Постараюсь ответить Просто на том Что мы здесь видим Раньше Вы видели Разные варианты То есть Прозрачные пакеты У меня были Потом Мусорные мешки У меня были Потом Сейчас видим Уже черные пакеты Черные Из-за того Что это Переработка Исторсирья Они получаются Дешевле Чем прозрачный Полиэтилен Поэтому и черные Для начинающих Грибоводов Это самый неудобный Вариант мешков Часто Грибоводы Звонят И просят Отправить им Вместе с мицелием Еще и пакеты Для посадки Но в таких пакетах Вы абсолютно Не будете иметь Возможности Увидеть Что происходит Внутри То есть Вы не будете понимать Растет там мицели Не растет То есть Визуального Такого Оценки У вас не будет Поэтому Вам лучше В таких случаях Пользоваться Обыкновенными Мусорными мешками Которые есть Сейчас в достаточном Количестве В любом маркете Они сейчас есть Белые Прозрачные И в них хорошо видно Даже если они не белые Даже если они зеленые Или голубые То в них все равно Хорошо видно Как растет мицели В этих же мешках Мицелий Не видно Как растет То есть Если там будет Инфекция Или еще что-то Будете очень долго ждать Потом разорвете Потом увидите Значит Этот вариант Для начинающей грибоводы Подходит меньше всего Теперь Относительно Упаковки Блоков Долгое время Мы не пользовались Рукавом Пользовались Мусорными Но потом Опять же Перешли на рукав Потому что Сейчас Будем изготовлять Вместе с вами Я так думаю Вы мне поможете Особенно те Кто уже ее делал Какими-то советами Полезными И будем делать Набивщик И Закупили Специально Уже Под размер Вот этих Пакетов Которые у нас есть Мы будем делать Под него И набивщик Так что Здесь вот видим Экспериментально Работники Попробовали Низ запаять А потом Чтобы там Лишний раз Не вязать И потом Попробовали Упаковывать Вот в эти Запаянные Низы Вот квадратные Значит Укладка Вот этих углов Занимает столько времени Что желание Их укладывать Хватило ровно Вот видите Насколько Все остальные пакеты Классическим способом Делаются Завязками для Электростяжки Электропроводки Стяжками для Электропроводки Вот завязаны Снизу затянуты Сверху затянуты Все получается конфет И ничего Не надо Изобретать Это неудобно Вот эти вот углы Это вообще неудобно Теперь Хороший Такой еще Иногда задают вопрос Но нету Человека Помещения Он вообще Ну например Живет где-то в городе Но непреодолимое желание У него выращивать Свои грибы Он хочет И спрашивает Как бы Вот если вырастить грибы Там в каких-то маленьких форматах Вот например В полулитровых баночках Почему нет? Вот пожалуйста Розовая вешенка Она растет в полулитровых баночках Если создать Соответствующие условия Как видим Прекрасно Вырастают Грибочки Вот они Живенькие Хорошие Но Что Вы видите Что вы увидите У себя В полулитровых баночках Например в маленьких объемах Размер грибов Будет зависеть От биологической энергии Того материала На котором вы его выращиваете Если материала мало Здесь приблизительно Там 250 грамм Вот зерна На котором Ну это Отбраковались Значит Маточные Полулитровые баночки Маточники Чуть-чуть там Позеленели они внутри Ну мы их Так чтобы Выставили Для наглядности Вот того что я говорю Хочу вам показать Если биологическая энергия Или объем материал На котором вы выращиваете Низкая Маленькие объемы То и грибочки Будут фактически Можно сказать Декоративные Вот такие вот Малюсенькие Но грибочки Также будет расти И вешенка Она будет расти Но маленькая Если у вас Огромное желание Все-таки иметь Такую красоту Себя дома То почему нет Вот Ну а если вы хотите Получать вот Такие вот Грибища То вам конечно Нужно Соответственно Помещение И делать Биологически Энергетически Большие блоки Вот как здесь Они приблизительно Имеют вот здесь По 6-7 килограмм Не больше получается Диаметр Или ширина Вот этого рукава 34 сантиметра Фактически Под 34 сантиметра Мы и будем Здесь и сделаны И стеллажи Как вы видите И будем Делать набивщик Для блоков То же самое Под этот размер И еще Хотел бы вам сказать Что в основном Рукава Продают В ширине Вот рукава 40 сантиметров Для грибовода Это немножко Неудобный формат Все дело в том Что Как происходит Жизнедеятельность Вот этого мицелия Внутри Этих блоков Значит Что происходит Происходит следующее В процессе Плодоношения Вот когда образуются Вот такие громадные Плодовые тела Жидкость То есть не жидкость А влага Влажность Влага Которая находится Внутри блока Она перераспределяется Таким образом Что она выдавливается Как бы в внешние слои Для того чтобы мицелий Мол полноценно Питать себя И увлажнять Плодовые тела И получается Внутри Вот этот Внутренний Часть Субстрата Который там заложен Он получается Довольно таки Обезвоженным Или сухим Мягко говоря Просто выражаясь И это все Будет определять Дальнейшие То есть вторую И третью волну Фактически Вот внутренняя Вот эта сердцевина Она в процессе Плодообразования Роли играть не будет А объем Она все таки Занимает Внутренняя вот эта часть Поэтому Как показывает опыт Размеры То есть Рукава В которой вы упаковываете Блоки Имеет значение И желательно Чтобы они были Не слишком маленькими Потому что Грибы будут тогда Маленькие И не слишком большими Потому что мы Просто понапрасну Будем использовать Субстрат Который мы Используем Для выращивания грибов То есть там будет Эта семочка Или солома Или еще что-то То есть Созданы уже давным-давно Оптимальные Найденные Параметры Которые используются При выращивании грибов И Опять же таки Изобретать особо Тут какой-то велосипед Ну Не сильно Это уместно И не сильно нужно Так что Вот такими новостями Хотелось с вами поделиться В дальнейшем Следите за публикациями Будем Делать Набивщик для блоков Будем давать полезные советы По этому вопросу Ну и Будет довольно таки Полезно Еще на кончание Хочу Подвести такой итог Что у любого грибовода Есть два периода В жизни Период до набивщика И период после набивщика Это два разных Вида деятельности Но Немножко Совсем не тот формат Если это все происходит В рукопашную Там много Своих плюсов Много минусов Есть в этой всей работе Но самое главное Самый главный минус Это человеческий фактор Человеческий фактор Это очень такой Важный фактор Который Нужно очень хорошо Учитывать И вот Любая механизация Когда человеческий фактор Устраняется То Это очень положительный момент В любом виде Коммерческой Экономической Деятельности Ну а с вами был Макс Селлер На канале Фанни Маршрум Скул До следующих встреч И желаю вам Таких же урожаев Таких же грибов И Всего самого наилучшего Чего вы сами себе Желаете Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!